вам видно да да здравствуйте видно добрый день маленько повыше сделать и голову чтобы вас видно было то срезается вот так вы действительно из китая или смеетесь нет не смеюсь не смеетесь так у нас все записывается выставляется в интернет вы не против не про не против я слушаю вас говорите я даже не знаю чем говорить виктор говорит что нужно пообщаться наверное он имел да по богу потому что мы с в основном с вещами связанные с богом наверно об этом так вы к месту пришли мы православные христиане я тоже православный христианин ну значит мы даже в одинаково понимать путь спасения я думаю барнауле живем в барнауле а вы что в китае что там делаете я не бизнес в китае это ладно бизнес у меня ко мне обращаются люди ко мне обращаются люди кому нужно что-то из китая привести организовать производство или наоборот кто хочет что-то продавать в китае это не опасно не опасно вам там смысле ну все же иностранец они же язычники у них бога никакого нету и поэтому они свободны своих поступках ну на самом деле в китае много христиан и много даже православных христиан на вас сам это не так много больше там католики протестанты тогда в основном католики протестанты но и православные есть а почему тех больше чем православные потому что католики католики активную проповедь идут вот католики мы католики завлекают они проповедуют активно по православию это не приветствуется и вот то такая активная проповедь агрессивная агрессивная так ведь вера это отслышание если женщина не выйдет замуж она не может родить ребенка от семени мужа так и это господь вышел сеять и сеять сеять семя церковь это его невеста вышел сеять и сеять это христос если знали только стоять храме на непонятном языке то и результат какой все потеряли где египетские были монастыри ничего нигде нету вообще нигде нет ничего а протестанты приехали в россию за перестройку тут уже наверно ни один миллион их появилась ну да только они они пришли наследили людей много набрали в итоге люди конечном итоге отверт отворачивается они там побыли там 10 кто-то лет только 15-25 а в итоге потом христианство не смотрит и начинают искать другую религию которым дает ответа в православии все ответы есть если святых отцов изучать то все ответы то есть вот и она просто протестант протестанца свиста святых отцах то не говорят они от себя те нанесут ну вот вы там находитесь у вас возможность то есть такая свидетельствовать о спасении во христе я конечно когда я общаюсь с кем-то я обязательно об этом говорю а как вас специально не иду но если встречаюсь то обязательно об этом говорю а все разговоры заканчивается этом потому что я бы другом принципе и говорить не могу больше а а языковый барьер как называют у вас как он смысле какой из к вы по китайской по китайской разговариваете да ну с ними то общаться как надо знать а как по-китайски иисус христос если если есть суть иду тут китайцев много в россии то сейчас до хабаровска там уже миллионы их этот считай край потерянный он пустует а они лезут и начинается тут недовольство большое а земля пустая чё пустая это пускай живут особая республика могла бы быть китайская ну сейчас дальний восток то наоборот наше окучивает и это будет особо экономическая зона поэтому поэтому там они особо не развернуться то есть им не дадут этого сделать и китайцы с удовольствием православие применимает и и сам цинь динь пинь он не против этого то есть и вообще я изучал китайскую иероглифику и в китае очень много иероглифов завязано именно православие на христианской культуре то есть я могу например иероглиф сокровища скинуть вы увидите как иероглиф отображает православную символику да конечно все время новые иероглифы придумывают их как сказать им они могут придумывать новые иероглифы но их столько уже придумано что в принципе этими иероглифами можно объяснять их же иероглифов систематизированных иероглифов больше 50 тысяч а без системных старых еще иероглифов 150 тысяч поэтому им хватает чтобы чтобы закрывать потребности составлять новые слова то есть им хватает этого то есть они образов набрали уже столько что им достаточно то есть работа серьезно проделан а как они вот на компьютере работают как эти возможности если им чтобы иероглифы на клавиатуре как-то набирать вот как по-английски мы набираем по немецки а как они вот ну я тоже умею писать на китайском но в компьютере и это проще чем на русском и быстрее да какому что например ну клавиатуре привязан звук то есть каждому иероглифу привязана еще транскрипция то есть каждый иероглиф он как-то звучит например там иероглиф сокровища звучит тин вот и три буквы набираешь тины вылазить иероглиф а если я хочу сказать фразу то у них уже шаблоны фразы занесены и мне не надо набирать целое слово мне можно назвать нажать пять букв и у меня будет уже фраза из пяти слов поэтому у них коммуникация в этом плане происходит гораздо быстрее чем у нас китаец долго и учит язык письменный и чтобы читать но когда выучил скорость восприятия текста у них увеличивается то есть если если смотреть как китайцы читают книгу то это происходит происходит вот так примерно мы открыли текст и долго смотрим а китайцы от примерно вот так читает поверните сюда что видно было вот такой скорости нет вы выпадет где у вас глазок к глазку поднесите к вашему глазку где смотрите вот так вот поверните ее чтобы видно я просто книгу это иван я его не но 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 я подумал я я я и не и они идут читает вот с такой скоростью я просто показываю скорость то есть вот он перевернул на страницу хоть там 15 секунд и он переворачивать следующую страницу то есть вот такой скорость он с такой скоростью он читает то есть восприятие информации гораздо быстрее то есть нам нужно книжку прочитать несколько дней там может быть неделю а китайцу эту же книжку достаточно там 1 дня чтобы он прочитал так же книжку даха у него какое понятие вот ослагательные наклонения какие допустим я хотел прийти а я хотел бы пойти ведь маленькое такое разночтение у нас на все есть буквы как в английском языке а как у них а у них есть слово которое означает будущее и означает прошлое есть приставки также в виде иероглифов которые обозначают прошлое время или измененное состояние то есть у них все то же самое неужели они могут точно перенести допустим стихотворение пушкина то могут образно могут конечно у ведь у нас слова у них более совершенный язык чем наш это надо понимать в письменный то есть у письменный язык он более совершенный потому что он несет закон образ иероглиф то это же картинка то есть и ум воспринимает картинку гораздо быстрее они фактически читают образами сразу а нам надо прочитать слово а потом увидеть образ то есть у нас время восприятия вот такое а у китайцев она его нет он сразу видит картинку то есть если ну как бы по шкале разложить у нас вот столько надо на времени чтобы воспринять образ а у них вот столько то есть естественно у них скорость восприятия выше но на что иероглиф это более совершенный язык личности на мне трудно поверить в это папа по неволе вспомнишь слова тургенева иван сергеевич а он говорил что как великий могучий русский язык как он может сказать допустим я сейчас на вас смотрю и хочу сказать такое слово передо мной сидит молодой человек с такой-то бородой либо небольшой там такого цвета мне все восприятие то уже есть не надо смотреть а ему-то и уроки надо искать какой-то это он такой же говорю остался как был три недели назад я надеюсь что он и в будущем останется таким же неизменным как перевести что значит прошел также все тоже так все тоже также у них есть время то есть сейчас то что если я говорю про сейчас то это будет иероглиф ну и будут слова строится без приставок временных а если это было когда-то то будет приставке это для баллы либо го означающую что это либо изменённое состояние ну как вы изменена состояние либо прошлое состояния если яси я хочу сказать о будущем то я буду давать представку к心 то что будет означать что что это в будущем чтобы быть чтобы это означать что это будущем произойдет или также у них есть позначающие завтра послезавтра или после-послезавтра или вчера, или в прошлом году или в будущем году. У них есть еще вот эти слова, которыми они также оперируют. Они могут сказать, что в прошлом году или в прошлой жизни, китайцы, можно сказать, или вчера, или в прошлое время, он может сказать, или в будущем времени. Все у них это есть. То есть все эти есть, все эти выражения, у них все это есть. И что там была одна, друг стала другая. Ну, допустим, У них сложнее что? У них, я говорю, письменный язык, он более совершенный, чем наш. А вот устный язык, устнообразный язык, совершеннее у нас. Почему? Потому что мы можем, например, придумать какое-то слово, ну, например, составленное из частей. Ну, допустим, какой-нибудь. Ну, например, ветрено-мокрый запах. То есть такого же слова нет, да, ветрено-мокрый. Но вот мы ветрено-мокрый соединили, и каждый из русских поймет, что значит ветрено-мокрый. Потому что знают, как пахнет ветер и как пахнет сырость. В голове человек уже представит образ и понюхает. Вот к этому слову ветрено-мокрый, да, у китайцев иероглифа не найдется. А если кто-то и составит этот иероглиф, то другой китайцы, если ему не объяснят про этот иероглиф, он его не поймет. В этом у них минус. У нас вот в этом плане устный язык, он более совершенный. Но письменный, письменный язык, их более совершенный, потому что он увеличивает восприятие и дает сразу законченный философский образ. В этом смысле у нас в православии происходит, что у нас стержень идет. В чем? У нас идет стержень Евангелия. На Евангелие мы упираемся через собственное восприятие и на восприятие то, что передают святые отцы. И синхронизируя, то есть если мы не понимаем ту или иную часть в Писании, мы берем святых отцов, читаем святых отцов и понимаем, что на самом деле в этом моменте имеется в виду. И вот в двух вот этих составных у нас формируется законченный образ, о котором мы уже не будем спорить. А у китайцев, у них вот эта вот философия законченного образа заключена в иероглиф. То есть они просто берут, например, иероглиф, ну, к примеру, там Сьон, это медведь. Там есть, иероглиф состоит из пяти ключей. И если каждый ключ переводить, то там будет, он звучит примерно будет так, собственной мерой два раза отмерено на небе. То есть там будет две меры, то есть это малая и большая медведица. То есть в сам иероглиф будет заключен этот смысл. А. То, что это принадлежит к небесному. Б. То, что это две меры. И две меры именно света, что это световые меры. Потому что там будет обозначен иероглиф «Луна», что имеет в виду там отражающий свет. То есть либо свет, либо отражающий свет, либо период времени, либо связано что-то со светилой. И будет иероглиф обозначать собственность, то, что он сам внутри себя этот свет истощает. И вот этот иероглиф, собственный мир, два раза отмерен на небе, будет уже передавать целиком смысл, о чем идет речь. Ну а если человек не умеет писать, Вот допустим, я на слух разговариваю, у меня стихотворение любимое Плещеево. Я говорю, с англичаном я в Америке вот ездил, я говорю, вы можете перевести? Он свободно переводит. Я говорю, ну только их три переводчика, теперь каждый покажите перевод. У них абсолютно одинаково говорят. Пророков нет, мельчая, не в силах их создать ничтожная среда. Есть только хищников, стая, да подлость мелкая, да гнусная вражда. Как по-китайски перевести это? Вот допустим... Дело в том, что вот то, что вы сейчас сказали, я человек, который изучает православие не просто обыденно, а подхожу к этому как к научной среде, и изучаю это кропотливо, и углубляю еще глубину в этом. Я вас пойму по одному. А люди, которые не изучают, например, это Писание, они, услышав те же самые слова, поймут нас по-другому. Третьи, которые изучают, например, науку какую-то, они поймут вообще по-следующему. То есть вроде слова одинаковые, и мы все русские, но услышали мы все это по-разному. И вот для того, чтобы мы одинаково это поняли, мы должны начать в чем-то синхронизироваться. То есть мы должны взять за основу какой-то фундамент, и каждое слово единообразно понимать. То есть если вы говорите вот это слово, то как вы его понимаете? То есть мы должны его разбирать, и, например, ссылаться на какой-то источник, который дает самый яркий этому образу понятие. Таким образом мы будем друг друга единообразно понимать. И если мы трое, находящиеся в разных среде русских, сможем найти правильное объяснение этим словам и единоразно понимать, то мы сможем эти образы передать и китайцу. И китайцы могут тогда другому китайцу объяснить. Я хотел об этом сказать. То, что и мы русские-то не понимаем друг друга, хотя слушаем слова. А так же и в Китае. Но если образ утвердили, и этот образ утвержденный передадим китайцу, китайцы его поймут. Ну, допустим, вы стоите с китайцем, по-китайски разговариваете, писать не надо, мы едем где-то на корабле, или что писать там, но нет возможности. И вы ему решили передать то стихотворение, которое я считаю. И подлость гнусная. Как вы переведете это? Ведь это же богатейшее выражение в одном. Никаких и уроглифов нету. И подлость гнусная, ни временной формы нету, ничего. Вот у нас, допустим, актер, артист, а этот фигляр. Фигляр. И мы понимаем, что это за этим стоит. У него-то нет этого другого слова. Опять открылось. Всё, слома. Так. Закрыть программу или что? Закрыть, да. Хорошо. Если вы слышите, заходите снова. В выражении я таки... Что-то тут пресеклось. Я слышу, я слышу. Ну вот я про это сказал. Ладно, это просто так. Я для интереса узнал. Я много занимался разными языками, поэтому... Есть литературный язык. Есть литературный язык. Есть литературный язык в Китае. Вот. И вот подобное выражение, означающее подлость гнусного в китайском языке, тоже есть. У меня есть китайский друг. Он как раз таки пишет стихи. И вот он подобное выражение... Он сам китаец, знает русский. Вот. Он подобное выражение описывает в китайском языке. И много есть китайских авторов, которые красивым таким языком пишут и поясняются. Я, к сожалению, таким языком пока еще не владею. Я больше... У меня больше бизнес-язык. То есть я именно в области бизнеса в основном общаюсь. Поэтому у меня вся терминология бизнес-среды. А вот литературной терминологии у меня нет. Поэтому здесь вот мне сложно вам глубину этого объяснить, как у них это строится, потому что я не изучал китайский язык литературный. А вот посмотрите, допустим, мы открыли послание к Ефесянам. Первая глава. И он говорит, ну, возьмем 4 стиха. Так как он избрал нас в нем, во Христе, с большой буквы, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед ним в любви, предопределив усыновить нас в себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Неужели на каждое слово благоволения, воли своей, в похвалу, славе, благодати своей, которая облагодатствовала нас, это уже предлог возлюбленным. Это на все иероглифы отдельные надо. Как по-другому-то передать? Быстрее-то. Тут каждое слово несет информацию. Вы же слово сказали. У каждого слова есть свой иероглиф. Да, так и есть. Бывает слово состоит из двух-трех иероглифов. Как его запомнят? Если оно несет несколько смысла. Ну, все иероглифы состоят из ключей. Ключей там всего около 300-400 ключей. То есть все остальные иероглифы сформируются из этих 400 ключей. Ничего трудного. Запомнили 400 ключей, и дальше уже вы просто смотрите, как формируется иероглиф. Вот я знаю ключи. Я знаю, что каждый ключ обозначает, какой он смысл в иероглифе несет. Ну, не все иероглифы я знаю, не все ключи, а большую часть я знаю. И вот я вижу новый иероглиф, я не знаю его значение, но я знаю, что значит ключи. И примерно по смыслу я могу догадываться, что этот иероглиф значит. По смыслу. Могу догадываться. Да. Ну, допустим, 11 сигарет. Ну, это не все китайцы. Китайцы так не подходят. Китайцы к этому так не подходят. Потому что я думаю, что все-таки иероглифы писали не китайцы. Потому что логика абсолютно русская. Вот. А китайцы их просто заучивают. Китайцы, они не умеют читать ключи, они их просто запомнили, а вот значение каждому ключу они не привязывают. Этой работой вот я как раз занимался, я хотел перевести иероглифы на образность, чтобы... Вот смотрите. У них, допустим, не было этого слова. В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главой Христом. В нем мы и сделали с наследниками, и мы предназначены... Устроение. Видите, какие слова? Все слова разные, притом встречаются редко. Неужели они знали эти слова? Я, допустим, до... Пока не встретил Евангелие, я много занимался разными языками. Но на русском языке я зашел в тупик сразу. Блаженны нищие духом. Я не пойму, что за блаженны. Понимаете, а как китайцы-то могут понять, когда у него в одном слове или в одном иероглифе? Блаженны блаженство, блаженствовать. Это же один корень. У них есть слово наслаждаться, у них есть слово блаженствовать, у них есть слово нищий, и у них есть слово дух. То есть это все можно привлечить к человеку. То есть человек имеет блаженство, когда он нищий духом. То есть они могут сказать это. Это будет просто звучать чуть-чуть наизнанку, но они это скажут. И они поймут образность. Но также и русские, вы скажите, блаженны нищие духом. 90% русских вас не поймут. Да. Не поймут. Слова русские... Оно написано хотя бы. Хотя бы. Я объяснять буду, говорить, что счастливые. Да. Счастливые. Я ему замену дам, понятно. Вы будете вокруг ходить, вы будете ходить вокруг того, и в итоге объясните, что тот, кто себя считает нищим духом, он блажен. Почему? Потому что он видит свою уязвимость. А почему он блажен? А потому что из-за того, что он видит свою уязвимость, он себя не считает превыше всех. А раз он не считает себя превыше всех, а считает себя приниже всех, его невозможно уронить. Он в состоянии непадения. То есть его невозможно унизить, потому что он сам себя унизил. Он сам себя считает самым нищим духом. То есть он в этом состоянии будет всегда только испытывать блаженство, потому что что бы с ним в жизни не произошло, он будет блажен от этого. Потому что у него состояние, не падение. И вам придется это все объяснить. А другому человеку, русскому, он услышит русские слова, он это не поймет. Почему? Потому что у него нет этой сообразности, он не синхронизировался. Поэтому тут и по-русски трудно понять. Смотрите, в Японию послали миссию. И там оказался иеромонах Николай Касаткин. И он стал изучать японский язык, а теперь там японская православная церковь. Меня интересует именно перевод. Он говорит, когда мы переводили слово Христос, есть путь и истинной жизни, слово путь, у нас только одно значение. А по-японски имеет пять значений. И мы, говорит, его не могли перевести. Переводили сначала на китайский, а с китайского на японский. А что это? Почему на китайский-то сначала? Иероглиф одинаковый. А я вам сейчас... У меня есть, я сейчас вам скину иероглифа. Да нет, не надо. Просто коротко скажите, чтобы понять, почему через китайский нужно было заходить к ним? Слово путь там имеет... А потому что в китайском языке... Потому что в китайском языке уже эти слова переведены. Вот. Они переведены и приведены к образности. Я сейчас... Я вам сейчас скину, и вы поймёте. Я вам фразу скину, и вы поймёте. Ладно, давайте не будем на этом. Я просто хотел узнать, чтобы время не тратить. Время не тратить. А вот вы говорите, там православное. А как вы в Китае соблюдаете посты православные? А что, трудно не есть? Ну, как раз и не трудно, но там другая обстановка может быть. И пища другая. Показы там жуков, ящери, всё едят. Они очень брезвливые, кстати. Это очень мало людей едят. Жуков, ящериц. Основная масса китайцев не любит всё этого. Они не едят этого. Ну как не едят, когда на Востоке уже ни одной зелёной лягушки нету. Всё, всё переловили. Нам показывают, он сидит, большие личинки белые майского жука, а сидит китайский, ест, а у него изо рта течёт это, и всё в жуке. В этой, в личинки-то. Но они большие, вот такие, как палец. Вы правильно сказали сейчас. Вам показывают. Вам показывают. А на самом деле не так. Китайцы не едят личинок. И едят личинок, может быть, бедные какие-то китайцы где-то там в джунглях. Может быть, и едят, я не знаю. Ну, так не едят они. Понятно. Ладно тогда. Не едят так. Чу-й-су, это вот Господи Иисусе. Вот это вот, я сейчас вам скину. Чу-й-су написано. Иероглифы написал. И здесь, здесь вот рыба, вот и су, вот этот е-су, который е-это восклик, то есть истинное. Е-это истина, по-китайски обозначает. А су, вот он состоит из двух хероглифов. Это рыба, но небесная именно рыба. Это значит эпоха рыб и дерево, то есть возрождение. То есть это всё вместе означает эпоху возрождения, когда она наступила, связана была с деревом и с рыбой. То есть вот они, и су, истинное возрождение обозначают. То есть если перевести дословно на русский, то Иисус переводится как истинно возрождённый или истинно воскресший. И сюда приплечена ещё и звёздная их философия китайская, то что это произошло именно в начало эпоху рыб. То есть вот этот иероглиф уже передаёт, что вот это время возрождения началось в эпоху рыб. Так откуда они узнали, когда этого в Евангелии нету? Эпоха рыб, откуда это взято? Это их философия, у них уже... Почему? Евангелии этого нет, но они же время-то соизмеряют, и 2000 лет назад началась эпоха рыб. Вот они Рождество Христово на эпоху рыб ей приписали. Ну это язычество, это оттуда год петуха, лягушки, собаки, вот сейчас будет это всё язычество. А они, когда приходят в христианство, они по-прежнему это язычество держатся или как-то отходят от этого? А как вы... Вот смотрите, у нас православие-то пришло, а люди до сих пор суеверные. Кошка, чёрную дорогу перешла, там, мусор вечером не выкидывать. Это же язычество, язычество. А люди до сих пор... То есть уже у нас христианство на Руси глубоко, и государственную структуру обрело, и глубоко должно, казалось бы, проникнуть. Уже две тысячи лет с чем-то прошло, а у нас люди на Руси должны быть полностью христианизированы. Они до сих пор языческие. Про Христа ничего не знают, кроме как... Что молиться и что это Бог. А как... Какое учение само по себе? Как над собой работать? Какое учение Иисус оставил? Их даже это особо-то и не интересует. Так они никакого отношения, Владимир, они никакого отношения к христианству-то не имеют. А раз их не учили, это язычники. Язычество. А люди, которые считают Евангелие, знают, они на любой вопрос ответят. Они знают и живут по-христиански. Многие же люди себя крещённые. Многие же люди крещённые с детства у нас в России. 120 миллионов человек крещённых. А истинно православных 2%, которые действительно изучают это дело. Да. У нас одна кандидат наук исследовала в университете Цепейникова. Она 5000 студентов исследовала, кажется, 5 лет. 100 групп. Вот по проценту. Крещённые, то есть мочёные, это люди-то не крещённые. Крещение троекратное погружение должно быть. А сегодня-то обман один идёт в церкви-то. Деньги, 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 бизнес. И 99,9 студентов оказались крещёными. Которые считают, что церковь это стяжательница, а целомудрия никакого понятия не имеют. И оказалось, что знают, что спасение 0,3%. То есть на 300 человек, один человек только что-то знает. Я принёс эти данные епископу, он ужаснулся. Я говорю, с этим вы на суд Божий явитесь. Но почему у баптистов-то, у адвентистов седьмого дня, которые занимаются-то, у них же люди-то знают, потому что слово Божие на одном языке преподают. А мы-то чем хуже их? Зато у баптистов нет святых отцов. Да, конечно. Зато у баптистов они не обращаются к дам святых отцов. И они не могут единообразно понимать Писание. А у нас есть возможность единообразно. У нас есть возможность вообще не спорить о православии, потому что у нас все знания, уже какие нам нужно было, уже все в святых отцах состоялись. И у нас есть целиком все ответы. А то, что обрядовую часть, два-три раза там окунают, еще что-то, это уже больше, конечно, опять же, это идет иудейская традиция. К христианству и православию, оно особого ритуала, а не особого какого-то такого значения глубокого, к уроне, как внутреннего, не имеют. Вот. Об этом Иисус и конкретно говорил, что... Это вы о чем говорите? Зачем цепляться? О чем говорите? Об обрядовой части. Ну, обряды-то они менялись. Даже крестное знамение, оно сколько раз менялось. При Златоусте молились одним перстом, потом тремя, потом, как старобрядцы, двумя. Да, но это значение особо не имеет. Вопрос в том, что какая внутренняя у нас работа идет. Конечно. То есть Иисус, что при Неме же не внешнее проявление, а внешнее проявление это иудеи говорят, это иудейская традиция. Главное, что человек как внутренне к этому подходит. В большей степени, да. Внешне это отображение внутреннего. Это мы только думаем, что ничего не значит. Вот я смотрю, и якобы дочь вышла посмотреть город там, Сихарь. И что получилось с этим? Ее изнасиловали. И написано, она была обесчещена. Обесчещена. А когда наслугами Давида насмеялись, полбороды обрили, написано, были очень обесчещены. То есть усиленная частица стоит очень, то есть хуже. И Давид не запустил Иерусалима, отправил в город проклятие Иерихон, пока отрастут бороды. А сегодня это внешняя борода. А идем в небесный Иерусалим. А в земной царь и пророк Псалмопевец не запустил их. Это не только обряд. Вот что стоило, допустим, мы считаем, книга Маковейская, седьмая глава, вторая книга. Здесь мясо съесть, свиное. А они все пошли под нож, их казнили, жарили, но ни один не отошел. В Новом Завете мы считаем, 32 тысячи было в Некомидии у Анфима, Некомидийский. Сожгли, ни один не отступил. А все только надо было при выходе из храма взять кусок жертвенного мяса и положить на треножник, чтобы идолу ни один не пошел на это. Ни один. Это не просто внешнее. Это отображение внутренней стойкости верности Христу. Ну, Иисус, наоборот, отказывался от этого. Он не говорил про жертвенник ничего. Он, наоборот, все сего пути показаны. То, что он отречение, путь Аскета вел, отрекающегося. И он отрекся до того, от материального, что он тело свое положил. То есть его путь как раз-таки отречения, и оно не связано с материальным. Как иудеи от него ждали, что он сейчас спасет одного по правую руку, другого по левую руку. Вот. И будут они царствовать здесь, в мире, явно. А он говорил, что все мир не от меня. Закрыть? Не надо. Что ты... Зависло тут, не могу никак убрать. Вы все слышите? Ну, про крещение, что погружение надо... Я слышу, да. Погружение должно быть троекратное. Вы же согласны с этим? Ну, если у нас в Богме написано, что троекратно, значит, согласен. Ну, это 50-е апостольское правило. Это не только внешнее. Это отображение внутреннего. Святые отцы установили. Нам тут мудроство, это уже... Хорошо вы сказали, что мы православные, у нас все единое... Мы понимаем все единодушие, не как сектанты. Догма установлена троекратная. А цветы и отцы сказали об этом. Имеет течение, значит, имеет все. Ну, зачем нам спорить о том, о чем уже решено? Ну, то-то и оно, что сегодня не хотят крестить. Вся Русь некрещеная. Ладошкой мокрой по голове и все. Крестят старообрядцы, ни одного не мочили. Все сектанты, только православные, патриархийные, ладошкой по голове или кисточкой побрызгнут, все крещеные. Это же обман. У меня, у меня дочь, недавно я крестил дочку, тройное погружение было, а не одно, тройное было погружение. Ну, вот видите, вам посчастливилось, а тут невозможно. Если он моченый, они не будут крестить. Моченый, он считается крещеным. Так это начиная снизу, до патриарха их надо крестить заново. Они не крещеные люди-то. Второе крещение Руси. Люди ненаущены. Все крещеные. Заблуждение, что там крещеные люди у нас. Все крещеные. Все это заблуждение. Все крещеные. Все правильно сделано. Может быть где-то что-то и было. Люди-то приходят, вообще ничего не знают. Вообще ничего не знают и уходят, не знают. Вообще ничего не знают. Вот 50 человек мочили. Я с ними встречаюсь на улице и спрашиваю, что вы крестились, потому что они не христиане знают. Выходит и закурил тут же крещеный. Какое крещение? Для крещения надо веру. Кто будет веровать и креститься? Веры никакой нету. Святые отцы признали, афонские, они вообще не признают это мочение. Войны Айцинецкие его не признавали. Какое крещение? Крещение это погружение переводится. Люди не хотят знать. Люди не хотят ничего знать. И все за деньги. Не хотят знать. Да не учат. Не хотят. Есть оглашение. Огласительные-то от 3 до 5 лет учили. А сегодня 3 минуты даже нету. Он приходит, деньги заплатил, квиток подал, мокрой ладошкой по голове иди. Но обман сплошной. Я не знаю, как у вас. У меня жена из города Богородицк. Из города Богородицк. Это Тульская область. И когда мы не в Китае, мы живем в городе Богородицк. И здесь у нас храм. Он называется храм Казанской Божьей Матери. То есть иконь Казанской Божьей Матери. И у нас происходит после воскресных служб, у нас батюшка собирает людей. Все собираются, и у нас идет беседа. И так происходит каждое воскресенье. Берется тема какая-то, которая была в прошлое воскресенье озвучена. И она глубоко разбирается, объясняется вся эта тема. И задается тема на новое воскресенье. Я не знаю, почему у вас так нет. Но вот в Богородицке, в Тульской области, так есть. И люди, которые ходят, они абсолютно грамотные. Они разбираются в ритуалах, разбираются в традиции, разбираются в учении, которые хотят этого делать. А те, кто не хотят, они, конечно, не остаются на беседах. Они после службы уходят домой. И им этого достаточно. Ну, хорошо, хоть на службу уходят. И то хорошо. Хотя бы так. Вот если бы было бы хорошо, как сейчас пишет он, брошюра вышла, 85% баптистов, это бывшие православные, разве это хорошо? Феофан Затворник говорит, дом разрушен. Ничего не знает. Священник, когда хватается, когда все уже горит. Феофан Затворник, вы же только что сказали, что основная масса людей не считается истинно крещенными, потому что они не знают, что есть истинное крещение. Вот это. Поле какое. Они были, обряд над ними проведен-то был, а в голове у них ничего не осталось. А почему не осталось? Потому что родители ничего не понимали, не знали. И только сейчас это время настало, когда началось все объясняться. И может быть, лет через 20, через 30 люди уже по-другому будут к этому подходить. Ну, хотя я уже сейчас вижу, как сознательность в этом процессе увеличилась. Поэтому пока так, хотя бы так пока, но видно, что усиление идет в этом моменте. Иисуса тоже не все приняли, а единицы приняли. Ну, тогда, когда он жил. Правильно. То есть, ну, я имею в виду, когда он был в теле еще, в святоком. Он и сейчас жив. Я имею в виду, когда он был в теле до распятия. Видите как? Вот попали в плен. В Афганистане воевали. Безбожники. А вот считались православными, крещеные. Никогда не молились. Но вот ему прямо нож в горло. Или ты принимаешь мусульманство, или голова долой. Принял мусульманство. Прошло 8 лет. Он приезжает в Россию. Это все показано, сфотографировано. И сидит в рот. Алкоголь не берет. Ни один не берет на 2 миллиарда. Какая вера? Дальше. Мы, говорит, сидим, обедаем. Вдруг он поднимается. Мы говорим, Володя, куда? Я не Володя, я Мухаммад. Берет там какой-то свой дастархан. И пошел, говорит, рядом холм, пошел молиться. Почему? Намаз. Да у нас за тысячу лет этого не было. Чтобы сидел за столом, встал и пошел молиться. Неприучен их к молитве. Люди не знают ничего. Владимир. Ну я все время с людьми-то. Я же вижу это. Не знают. Но попал он туда. Там его научили. Почему не научили здесь? Пошел к баптистам. Уже Библию держит в руках. Неправильно понимает. Но он знает о Христе самое главное. Он знает. Он знает. Любой праздник может объяснить. Что день Пятидесятницы, что шел Дух Святой. Он заблуждый. Он не церковь. Но он это знает на первой ступеньке. Здесь даже этого не знают. Совершенно ничего не знают. У меня брат родной. Брат родной. Брат родной протеерей. Он каждый год по всей России ездит и за рубежом. Везде одинаково. Я в свое время православие серьезно принял недавно. Хоть я крещенный был с детства. И Евангелие я начал изучать в 12 лет. А сейчас мне 35, скоро 36. И я очень жадно все это изучал. То есть мне очень было интересно. Я без этого просто жить не мог. Я понимал, что я пока не увижу смысла. Я не могу жить. И все это время я мучился. Мучился и искал ответы. И мое вот это мучение, оно меня привело. Я начал изучать и другие традиции, другие религии. Начал изучать. И изучал глубоко, очень глубоко. Вплоть до того, что я думал, может быть, действительно у православия как-то не то. Что-то неправильно здесь. И уже изменена вера, я так думал. И начал искать. И там, и там, и там. Везде начал все смотреть. Во всех направлениях. В итоге, мой путь все равно закончился чем? Я понял, что православие это идеальная традиция. Что это идеальная традиция. И что она стоит на вершине всех остальных других традиций. Меня никто не толкал же в эту сторону. Я просто логическим путем пришел, когда начал сравнивать одно с другим, одно с другим, третье с третьим. И потихонечку понимал, что вот эта традиция стоит этапом ниже вот этой традиции. Это вот этой традиции. Это вот этой. В итоге я закончил. Так, что-то закрыто или что-то... Снова зайдите, если слышите. Что делать-то сейчас? Ну или звоните, или сам перезвонит вам. Перезвоните, если можете. Да он не слышит уже, он оборвался. Ну кое-как. Что это такое? Сейчас всем-то вызвано было. Мне что, не удалось получить нормальные аудиоданные. Нажмите здесь для получения дополнительной справки. Нажать? Не надо. Не надо. Ну еще теперь, сказал Зай, ты свое-то снимаю. И на него теперь как, надо выйти? Да, напишите ему что-то там. Да что-то это даже не выходит, скайп-то. Вот по новой сейчас. Сейчас. Так если сейчас откроет его, я могу нажать ему. Страница недоступна, скайп. Ну и что? Хороший разговор такой был. Звонит, звонит как раз. Ну вот так. Что-то прервалось. Да. Вам слышно? И поэтому православие... Вы как раз так. Православие должны люди сами прийти. То есть невозможно его затащить в человека. Он должен осознать ценность православия. Поэтому и церковь такое же мнение придерживается. Они просвещают. Есть же кто просвещает людей. Например, Алексей Ильич Осипов или Владимир Головин. Они же ведут лекции, просвещают. Ну, много ли таких? Достаточно. Немного. А так и Иисус один пришел. А после него тысячи пошли. Вот вы говорите, узнавали, другие. У меня точно такой же поиск был. Я все детства знал, что Христос, Богородица. У нас из старобрядцев, кержаки называются где-то. Страх Божий, суд Божий, гиена. Это я все знал. Но что Христос умер за меня, вот этого никто не сказал. Только в 62-м году, 23 года было, мне сейчас 77. Вот в это время я впервые услышал о жертве Христовой. Работал на корабле, учился там в высшем мореходном училище. И сразу всю жизнь Бог изменил. Отвергнись себя. Первое. Вообще об этом не говорят. Ну как-нибудь, помаленьку, как-нибудь. Ничего не получится. Первое, это родиться свыше надо. А второе, быть Вадимым Духом Святым. Все. Все, два вопроса нужно решить. А кто должен говорить? Да, родиться свыше и быть Вадимым. Вы и должны говорить об этом. Раз это не говорено... Может быть, вы и должны говорить об этом. Ну вот я говорю, что надо говорить. Может быть, вы и должны говорить. Я говорю, может быть, Бог вам это место и оставил. Может быть, Бог лично вам это место и оставил. Что бы вы говорили? Кто должен говорить? Раз не говорят, а вам кажется, что должны об этом говорить, то говорите, наверное, Бог вам это и оставил место. Ну да, Бог, конечно, каждому дал свою ячейку. Видите, вот... Конечно, поэтому, ну, не просто же так все. Благовестия-то нету, чтобы пошли и благовествовали. Вот Деяния апостолов, 8 глава, 4 стих. А рассеившиеся... Все есть. Все есть. Кто хочет, тот видит. Все есть. Кто хочет, тот видит. Кто ищет, тот находит. Все есть. Все есть. У нас все хорошо. Владимир, Владимир, я приехал в один храм. Мы развозили книги, у меня 38 книг вышло из печати. И я проехал от Владивостока до Лиссабона. Дарил библиотеки везде. Мы в одном храме заходим и говорим, я говорю, мы проехали, ничего нету. Развалины одни. Ой, да вы что, монастыри открываются, священник. А один в храме стоит, за кастой торгует. Один священник, никого нету. Большой Улу, я назову где. Я говорю, да, ну нет ничего. Нет, что вы, сейчас народ приходит. Тогда я открываю карты ему и говорю, это говорит не мои слова, это патриарх Кирилл сказал. Он вернулся и говорит, состояние духовное развалено. Северо-восток потеряно. О, патриарх сказал, ну, наверное, так и есть. То есть он заговорил, говорит, бедный, а кто такой? А заговорил богатый, привознеси до облаков. Я проехал всю страну, за рубежом. Мы только в окрестностях, здесь, вокруг, раздали 30 тысяч евангелий. В каждый дом заходили. Самые ярые враги священники. Евангелие отбирали и сжигали во дворе. Это вообразить даже нельзя. А Евангелие ведь имеет значение ничего перевода? Какой? Синодальный перевод? Нет, значит. Синодальный, 1876 года. Синодальный. Я других переводов не признаю вообще. Синодальный перевод. А православная церковь, русская православная церковь, она признает этот перевод? Ну, она другого не должна признавать. Она не должна признавать. Она признает? Ну, это я другое хотел сказать. Смотрите. Вот. Тысячу лет, а только в 1876 году, Библию перевели на русский язык. Только. Подождите, я вот все время думаю и слышу об этом. Все думают, что православный батюшка, который в церкви, что это вершина православия. Но это не так. Вершина православия являются святые отцы. Если из людей брать, самый вершинный естественный Иисус, Бог наш, Отец. А идеал православия – это святые отцы. Ведь священники – это же не святые люди. Это такие же люди, как и мы. Но да, немножечко больше знают. Если уж и слушать кого-то, кто… Есть специальная профессия у нас в православии. Это называется богословы. Вот, как бы, если уж и слушать, так у нас есть хорошие богословы, которые действительно грамотно передают информацию, грамотно помогают сообразность ставить. Владимир, вы можете сказать, почему Библию не переводили на русский язык до 1876 года? Какая причина? Почему народу Евангелие не давали? Я искал ответ и нашел его у митрополита Филарета. Вы никогда не догадаетесь, почему препятствовали. Препятствовали любыми путями. Архиереи не допускали ни под каким видом. Это теперь никакой не секрет. Почему? Сарю сказали, Александр Второй хотел все это издать. Не получалось. 30-летняя реакция была. И они ответили, что если только царю отвечают митрополиты, если Евангелие будет народу дана, переведена, в России будет революция. Вот они поняли правильно. Они поняли, что не крещеный никакого царства им не светит. Люди вообще не знали ничего. Это мы находим у кого? У Лескова говорит, Евангелие никогда не было проповедано, как должно. Считайте Ломоносова, когда он говорит, крестик ледяной в воде, чтобы сразу отпевать. Только деньги, деньги. Я беру русских, наших. Это Достоевского возьмите. Одного христианина, героя, он кое-как вывел только Зосима, братья Карамазовых. Вообще фигуры даже ни одной не было взять. Положение ужасное. Патриарх Кирилл... Вы сейчас говорите о прошлом. Это сегодня. Патриарх Кирилл говорит, духовные развалины. Патриарх Кирилл говорит, духовные развалины. Сейчас же есть все. Сейчас у нас все есть. И у нас есть и переводы. У нас есть книги святых отцов. У нас все есть. Кто хочет, тот растет. Кто не хочет, тот не растет. Сейчас же все другое время. Ну что на прошлом нам шла? Ну было, может быть, тогда такое. Я тогда не жил. Я не знаю. Об этом мне трудно судить. Я вижу, как сейчас. Я вижу, что сейчас у нас все есть для того, чтобы люди просвещались и приходили к Богу. Все у нас есть. И Евангелие уже есть. И Библия есть. И есть святые отцы. Все у нас есть. Все есть. И обряды проводят. У меня Никита рядом. Никита с Украиной у нас живет. Порок Оси пишет, что уста священника должны хранить ведение. И от закона уст ищет народ его. Чтобы он был глазом Господа. Чтобы по слову Божьей говорил. Это человек сам образовываться не может. Должен священник это делать. А не человек сам исходят. В первую очередь. Должен. Должен. Ну у нас мы все люди. Ну все люди. Все люди. Ну вот насколько он может. Настолько и говорит. Ну слава Богу, хоть настолько говорит. Ну кто? Если считаешь себя лучшим богословом или лучшим священником, иди в священники. Иди работай в священники. Ну что ж не идешь? Сейчас никому не запрещено. Все, кто хочет, идите в священники. Пожалуйста, считай, что лучше расскажешь народу. Иди. Владимир, нет. У нас сколько людей, которые хотят быть священниками, и их не допускают. Не допускают. Ты должен понимать, как они понимают. Как понимают. Вот как они. Вот они сразу спрашивают. Сейчас нападает на нас Китай. Вы пойдете воевать? Наши люди не воюют. Мы говорим, что мы дети мира. Господь говорит, взявши кто? Кто ведет в плен, сам пойдет в плен. Взявши меч, от меча погибет. Только заодно то, что ты не согласен убивать этих священцев, тебя уже священники не допустят. Мы это хорошо знаем. Не просто так, священники. Если ты благовестник, если ты проповедуешь, я поехал в Красноярский край, а там благочинный был Александр Бурдин. Он говорит, что ты священником не становишься. Андрей Ткачев говорит об этом так. У полномоченному позвонил. Андрей Ткачев? Но когда у полномоченного узнал, что это я, он в ярость пришел на проводе, меня в глаза не видел. Не под каким видом. Он должен быть стукачем. Андрей Ткачев? Он должен уметь предавать. Андрей Кураев говорит, да, я такой-такой-такой-такой. Что, говорит, остальные-то молчите, все сексоты. На службе в КГБ были. Краснопогонные попы. И кто, говорит, митрополит Хризостом Литовский. Да, мы, говорит, все до одного, сто процентов от КГБ. Вы-то еще молчите. Я выхожу и говорю, да, я виноват. Остальные остались в этом положении. Что Андрей Кураев раскрыл сейчас? Какие? Гомосексуалисты, что только есть. Кого слушать-то? Это ни один, ни два. У нас тяжелейшее положение в церкви. Как Андрей Ткачев, протеорей, богослов он, по-моему. Я сейчас точно не знаю, богослов он является богословом или нет. Он говорит, что да, так правильно. Но тогда каждый человек, каждый христианин должен быть готов, должен быть готов, если... Одеть венец мученика. То есть он готов за веру, должен быть готов умереть. Да. То есть, а если ты не готов за веру умереть, не готов сейчас прям венец мученика одеть, тогда вот иди на митинги, иди, защищай родину, защищай границы. Как вот, как можешь, так и тогда иди. Раз не готов венец мученика. А этот путь, это для мучеников, как вы говорите. Но вся страна не оденет. Мучеников это единицы были. Но он сам-то Андрей... Вы хотите, чтобы все... Андрей Ткачев сам бежал с Украины. Он бежал оттуда, потому что смертельная опасность была. Он знает, про что говорить. Потому что он говорит, что он не готов. Я не готов. Он говорит, что я не готов одеть венец мученика. И обвинять не надо. Его обвинять в этом не надо. Не надо обвинять. Не надо. Так я такой же человек, как он. И он такой... Мы имеем свои слабости. Нас Господь Бог спасает. То есть, если Господь Бог даст нам такую веру, что мы готовы будем одеть венец мученика, ну, слава Богу, значит, не время еще пришло. Вот смотрите, я вам скажу сейчас. Вот у нас люди близко знакомые в разных местах. И вот люди желают знать Слово Божие. И они выходят из храма, причащаются, другой иконописец, там все храмы разукрашивают. Решили заниматься Слово Божие по святым отцам, по блаженному феофилакту. Я говорю, вы сначала к священнику пойдите. Священник сразу, что вы думали? Никогда никто не изучал. Что вы, сектанты какие? Он сразу их на заметку. Дальше к архиерею, там к митрополиту. Начинают душить. Собираются Евангелие считать. Евангелие после службы. Ни под каким видом. Это не в одном месте, это буквально повсюду такое. А где начинают говорить, вот здесь собираются, я говорю еще, а сегодня мы там рассуждали про Достоевского, нам нужно отвергнуться себя, взять крест, следовать за ним. Бог говорит через Павла, многие бегут на аресталище, но один получает награду. Бегите, не спите, бегите. Если Духа Святого нет, Павел говорит к римлянам, 8 глава, 9 стих, тот не его. Вот о чем Серафим Саровский говорил, вот главное-то в чем. А это по-плоцки можно научиться крестить, свечки ставить, а внутри-то, если был холоден или горяч, говорит, а как теплый, а бы как, это все обман, ничего нету. ревность должна быть, а ревность там, где ни один, ни одно полено горит. У нас труд и пощадь. О чем Иисус сказал, и кого первого Он пустил в рай, кто первый вошел в рай, это тот, кто раскаялся. Да, раскаялся. И тот, кто раскаялся и понял грех свой. В этом раскаянии есть что? Есть смирение. То есть мы должны научиться быть смиренными, и может быть через смирение тогда и люди начнут, глядя на нас, приходить и к вере, и ко всему. Можно бегать шашкой, рубить. Что значит смиренный-то? Смиренный-то не голову между ног. Смиренный перед Словом Божьим, а не перед человеками. Апостол Павел, как перед кого допрашивали? Как они вели? Как мученики умирали? Екатерина, Варвара, Великомученица. Они смиренные были или нет? Нет. Давыд говорит, я мирен. Но только заговорю, а они к войне. Они к войне. Они терпеть не могут. Мне вот пришлось идти по тюрьмам верующему, я исповедник. Мне необыкновенную Бог показал дорогу. Камеры замолкали. Каждый день два часа вел занятия. Открываются двери, охранники там с этажей подходят и стоят наружу. Кого я не спрашивал, никого нет. Почему? Благодать. Когда Бог видит, ты открылся, и умереть. Как Солженицын пришел, сказал, я пришел умереть. Враг отступит, он ничего не может сделать. Я бессрочно должен был там. А тут перестройка, и 210 политзаключенных нас выпустили. И только, так, через пять лет только реабилитация пришла. Я вот с вами разговариваю, это тут два домика. Это у меня конфисковано было. 11 лет шел суд, я его выиграл. И тогда мэр города приехал, и мне в собственность передали два дома. В одном у нас храм, мы молимся здесь. Строем с нуля деревню православную. Единственная деревня в России. Деревня. К нам приезжает отсюда патриархийный митрополит местный, служба вместе идет. У меня брат, протоиерей. Видите, у нас радость все время за такие отношения. Приезжает из-за рубежа, там всюду, где только не было люди, там из Аргентины. Их это очень интересует. Неужели в России нас называют искорка возрождения? Искорка. Но много ли нас? У нас разрушено 21 тысяча деревень. Пустеет земля. А мы взяли землю с нуля, получили статус. Я 11 лет вел суд и выиграл его. 11 лет. Это невозможно сказать, что делалось. Вы же видите, сейчас поставили памятник Владимиру Крестителю. Да, поставили. Ведь видно же, что все государство идет. Что Путин сам православный, что Путин помогает православию, чтобы оно развивалось. Ведь видно же, что это изменилось. Видно же, что движение-то идет в эту сторону. Знаете, я когда ехал дорогой, вот мы ездили на Благовестие от Барнаул, посмотрите, Алтайский край где, а мы до порта находки прошли. Я родился там. В каждый район. Везде оставляли книги, перед людьми выходили, свидетельствовали. Это Господь позволил проехать. Это невероятно. Представьте себе, от Тихого до Атлантического океана Скандинавию и Прибалтику прошли. И мы видели это все. В Турции особенно понравилось. Когда русская мафия нас там захватила, нам дыхнуть не давали. Мы 12 часов непрерывно молились. И все двери Бог раскрыл. Это Бог делает. Мы даже в Ватикане были. Я папам подарил книги. Венедико Франциску. Я бы хотел сказать, что это Бог делает. Бог делает. Бог захочет все деревни наполниться православными. Бог делает. Конечно, Бог. Знаете что? И вот нас задержали в уголовном розыске. Арестовали там дорогой. Но когда у нас с собой документы, пищать стоит от церкви, они когда увидели, о, так это вы православные, а нам позвонили, сказали тут свидетели Иеговы. Ой, они с нами фотографируются. Я понял, ужас какой. Как мы это... Что с нами будет дальше-то? Вот он не видит теперь. Для царя-то, батюшки, мы все должны быть одинаковые, а нам льготу дают. Льготу на что? Быть безразличными, душить других. Я понимаю. Ну ладно тогда, все на этом. Что-то нас прерывает, Владимир. Ладно, наверное, давайте расстанемся. Хорошая встреча была. Я очень доволен. Если будете в Барнауле, заезжайте к нам в гости. Вы у нас побудете. Я родился там. Я родился там. Я родился в Горной Шоре. Я родился. Вон как, да. Алтамаш, поселок Алтамаш. Ага. Ну пусть вас Господь там благословит, чтобы вы живые вернулись оттуда. Хорошо. Потому что предприниматель там был, где-то в Бразилии-то. Что он там делал, нету. Его пришли, застрелили. Читаем в другом месте. У нас связи есть с Иерусалимом и везде. И русских-то не любят. Русских не любят люди. Я неделю назад был в Иерусалиме. О. Вот как. Нет, русских там любят нормально. У нас идут занятия по скайпу в среду и в пятницу. В среду и в пятницу. Себе запишите. По алтайскому времени. А во сколько? По нашему в 6 часов. По алтайскому. Ну разница с Москвой на 4 часа. А я на иконке скажу в это время. У меня надо просредать. Мы сейчас проходим послание к римлянам по блаженному фефилакту. Мы строго идем по канонам, по святым отцам. Вы даже... Среда, четверг, пятница. У меня с 3 часов. С среду и пятницу. Вы найдите, зайдите сюда, увидите Сергея Пупков. Он ведущий. Ему надо написать. И тогда он сам вас откроет. А иначе один может вышибить всех. Такая какая-то там система. Это скайпа не очень. И вы побудете на занятиях. У нас отовсюду люди есть. Из Украины, из Иерусалима. Ну далеко, далеко. По порядку. Сейчас первую главу послания апостола Павла к римлянам проходим. Да 9 человек мы видим. А после 9 уже там деньги платить надо. Поэтому мы не платим. Только фотографии видят и все. Среда и пятница. По-нашему в 6 часов. В 18. Полтора часа. Один час занятия. Полчаса вопросы и ответы. Людям было бы с вами интересно встретиться. Такого человека не камера. Ладно. Хорошо. Спасибо. Ладно. Все тогда уже. Завтра мое воскресенье. Спасибо, Христос. Если будете здесь, заезжайте к нам в гости. Вот сейчас у нас нынче сильное гонение было. Я начальник детского лагеря. Образовал детский православный лагерь. Ему было 45 лет. И нынче пришлось ликвидировать его. Невозможно. Роспотребнадзор уничтожает все. В Екатеринбургской области вообще ни одного лагеря не осталось. То есть они такие требования делают. Штрафы миллионными штрафами. Задавили все. Их 110 тысяч человек поставлено от государства. Все разносят в дребезге. А вы Алексея Ильича Осипова слушаете? Я ему материалы свои все посылал. Он все материалы мои одобрил. Когда я издавал книгу к истинному православию. Там я 40 лет собирал материал. Ну вы зайдете, если я вам сейчас скину внизу свои ресурсы. Зайдите в сайт. Сайт. И на сайте там 55 папок. Я отвечаю на 4124 вопроса. А вверху книга к истинному православию. Можете открыть. И там только ткнете оглавление. Дальше ткнете. Дальше. Я всегда отвечаю 4 параметра. Что говорит Библия с неканоническими книгами. Что говорит. Говорят жития святых. 1173 жития. Что говорят каноны. 713 правил. И что говорят святые отцы. Это 300 томов. Вот. В полноте православия. Вы у нас это найдете. У нас богатейший материал. Там 50 книг моим голосом начитан. Златоуз. 12 томов. 12 томов начитанные еще при советской власти. Жития. 5 томов добротолюбия. На нашем сайте вы все это найдете. Мои беседы с Александром Менем. Вам будет очень интересно. Там Библия, Архипелаг, ГУЛАГ насчитанная. Когда мама моя пришла. Серьезно. Перешла передачу. Принесла в тюрьму. А все женщины плачутся. Моего сына ни за что. А моя мама говорит. Женщины как вам трудно. А мой то сын за что сидит. Он знал куда идет. Я везде писал. И в ООН. И в генеральном секретаре. И везде свидетельствовал. Ну наступил момент. Сгребли все и посадили. А мой то за что сидит. А такую за веру сидит. А неужели. Конечно за веру. У меня. Я в то время был один может быть. Который шел по этой статье. Ну представьте. 50 книг Ауди. Я наполнил всю страну ими. Жития. Тем более выстроил. Первый век. Второй из 12 томов выбрать. Там вообще все интересно. Все это на нашем сайте вы найдете. Там фильмы. А у нас государственные. Фильмы. Государственные. Один фильм занял первое место на международном киноконкурсе. А второй первое место в России. Нас называли. Искорка возрождающейся России. Вам будет очень интересно. Это все благодаря. Вы мне напишите сайт. Я сейчас вам скину сразу. Скину наши ресурсы. А вы там разберетесь. На сайте все это есть. Там богатство несчетное. А на форуме 1602 темы. Там и проповеди Осипова. И Олега Стеняева. И там и Головина. И кого только нету. Патриарха. Все что тема. И в эту тему что входит я все собрал туда. Темы громаднейшие. Просто не выскажешь. Вот наш видеоканал. На нем 5800 наших роликов. Как деревню строим. Там детский лагерь. Как мы за границей ездили. Как свидетельствовали. Ну то есть все абсолютно. Беседы, скайп. Ну 5800 роликов. И все это по плейлистам разложено. Ну и вот на сайте-то. Он называется православный библейский сайт. Во свете Библии. Во свете Библии. Это чудо. Там много людей помогали. Ну как помогали. Кто-то оплачивает. У меня ничего нет. У меня пенсия бомжа. Мне не давали работать. Только при милиции. И только во внедедомственной охране. А я профессиональный строитель. Прораб. Это Господь делал так. И чтобы я ни за что не держался. И Бог меня вышит из всего. Я в самом низу так и был. И мне это радостно. Просто радостно. Бог так сделал. Цепляться не за что. А вы читали лестницу? Конечно. Она начитана у меня там. Начитана в аудио. Серьезная книга. Очень серьезная. Лучше не читать. В аудио. Пять томов добротолюбия. Четыре книги Григория Диченко. Это все там найдете. Ну что. С Богом. До свидания. С Богом. До свидания. Храни вас Господь. Аня. Так. Мне надо ему сейчас послать все. Прямо мгновенно. Фит.